Всем привет! Сегодня Cherry Tiggo 8 Pro на тест-драйве. Звучит музыка. Немного Pro версию с обычным Cherry Tiggo 8. Посмотрим сейчас в чем отличия. Но сразу видно, что отличается решетка радиатора, оптика другая. Pro версия конечно выглядит уже круче, дороже. Немного грязноват у нас, но это тестовая машина, поэтому ничего удивительного. Вот такие внешние отличия. Диски другие. Здесь у нас 2 литра turbo на вариаторе, а в Cherry Tiggo 8 Pro двигатель 1.6 и роботизированная 7-ступенчатая коробка передач, как на Cherry Exit. Так автомобили выглядят сзади. Видимо, что сейчас фары на Pro версии стали разделены полностью. Здесь надпись большими буквами. Много кто сейчас так делает из производителей. Здесь стекло непрерывное. На мой взгляд, этот вариант выглядит куда лучше. Раздвоенный выхлоп и там и там. Не фальшивый. Честно говоря, терпеть не могу фальш-выхлоп. Считаю, что это совершенно дурацкая история. Здесь, конечно, выглядит все изумительно круто. Диодные фонари. И спереди, и сзади. Обе версии 7-местные. Отличия в силовых агрегатах, о которых я уже сказал. Сейчас посмотрим еще в салоне, в чем разница. Напомню вам, что было в Черетига 8. Итак, это интерьер восьмерки. Вот так выглядит здесь консоль. В принципе, немного похож климат. Мультимедийная система. Основное отличие, которое бросается в глаза, это камеры заднего вида. Смотрите, здесь какие. Здесь есть круговой обзор. Адаптивные направляющие. Ну, выглядит это вот так. Солнце светит. Надеюсь, вам видно все-таки, как работает эта камера. Сейчас для сравнения покажу, как все это выглядит в Черетига 8 Pro. В общем, такая консоль. Такой бортовой компьютер. Тоже довольно простенький. В Pro версии, конечно, совершенно все по-другому. Но сейчас мы с вами все и посмотрим и подробнее изучим интерьер автомобиля. Ну, а теперь давайте ознакомимся с интерьером Черетига 8 Pro. Это водительское место. У нас максимальная комплектация. Ее по панорамной крыше можно узнать. Огромная во всю крышу панорама. Так выглядит консоль. Видим мы, что у нас все нарисовано на приборной панели. И спидометр, и тахометр. Это, скорее всего, все можно настраивать. Так же, как в Черетига 7 Pro. Видим мы, есть у нас вот такая вот мультимедийная система. Честно говоря, я думаю, что отсвечивает вам сегодня солнечная погода такая. Попробую угол нормальный настроить. В общем, здесь есть технология 3D. То есть мы можем автомобиль видеть с различных ракурсов. И вот в таком вот 3D виде. Даже если мы открываем дверь, то есть у нас это все имитируется. Очень здорово. В Черетига 7 Pro была такая штука. И вот теперь в Черетига 8 Pro она тоже имеется. В обычной восьмерке, напомню, круговой обзор просто. И там ничего такого нет. В целом мультимедийная система очень похожа. Здесь есть также облачные сервисы. QD-Link, про которые я рассказывал в предыдущих роликах про Черетига 8. Кому интересно, можете посмотреть. Там подробнее останавливался на этом. Не вижу смысла повторяться. В общем, зеркально можно отображать экран смартфона с помощью этого приложения. Также есть Apple CarPlay. Таким образом выглядит климат-контроль. Есть подогрев сидений. Все здесь сенсорное. То есть кнопок по минимуму. Хотя вентилятор, скорость обдува, температуру мы можем регулировать рычажками. Это очень здорово, потому что когда все сенсорное, это не всегда удобно. Точнее, всегда неудобно. Но вот этот дисплей нам показывает, куда дают потоки воздуха. И также мы их можем регулировать. Климат-контроль раздельный. Пластик здесь глянцевый. Здесь кнопка запуска двигателя, управление мультимедийной системой, звуком. 8 динамиков. Здесь неплохой звук довольно. Климат-контроль двух зон. И водитель может здесь себе регулировать пассажир. Тут тоже все у нас регулируется рычажками. Очень здорово. Кнопка камер. Можем принудительному вызвать камеры. Нажатием этой кнопки и включить режим 3D. Все работает довольно быстро. И отличная обзорность. HD камеры, отличное изображение. Несравнимо с тем, что было в обычной восьмерке. Различные опции типа старт-стоп. Они у нас включаются сенсорными клавишами. И вот потом уже на панели отображаются. Также есть автохолд, видим мы. И основные кнопки по мультимедии. Сидения в целом по форме остались примерно такие же. Здесь у нас видим коричневый салон. Перфорированная кожа. Здорово выглядит. Также карта дверей у нас с кожаной отделкой. К сидениям на самом деле один вопрос. Лично у меня. Здесь есть память сидений, регулировки электрические. Поясничный упор регулируется. Но сидение регулируется только по высоте. А вот подушка по углу наклона не регулируется. И вот это самый большой минус в сидениях, на мой взгляд. Вот посмотрите как карта дверей выглядит. Опять же у нас закрытые резинками пороги. То есть они будут чистыми всегда. Есть помощь при спуске с уклона. Сюда эта кнопка вынесена. Она физическая. Есть у нас функция атмосферного света. Связать с режимом вождения. Кстати, чтобы разные были в разных режимах цвета подсветки. Опять же не знаю видно вам или нет. Сейчас в зеленом светится. Здесь она сделана очень судобротно и качественно. Огромный дисплей мультимедийной системы. Куча настроек. Кстати, режим усилителя руля. Можно выбрать спортивный или комфортный. Выберем спортивный. Руль у нас с подогревом. Есть голосовое управление. Обшит кожей. Но руль внешне, на мой взгляд, не изменился никак. Есть круиз-контроль. Но жалко, что не адаптивный. Понятное дело, датчики дождя, света. Все это у нас присутствует тут. Вот этот дисплей мне в принципе нравится. Обычно я не любитель сенсорных клавиш. Но здесь есть возможность основные вещи типа температуры и скорости обдува регулировать вручную. И это очень здорово. А так в целом все здесь видно довольно хорошо. Обогрев стекла нитями, кстати, тоже у нас имеется. И это тоже здорово и замечательно. Плафон в виде подковы во всех автомобилях черри такой имеется. Давайте еще покажу вам задний ряд сидений. Так выглядит коричневая кожа перфорированная. Подлокотник с двумя подстаканниками. Есть обогрев сидений. Однозарядка USB. Места на заднем ряду более чем достаточно. Просто огромное количество. Очень удобные сидения. Диодная подсветка. И в целом задний ряд, конечно, здоровский. Автоматические стеклоподъемники. Тоже здорово. Ну и также у нас там еще он сложен. Сейчас есть третий ряд сидений. Такой же точно, как на черри тига 8. Обычном, поэтому, наверное, даже показывать особо не буду. Багажник сейчас покажу вам. Багажник с электроприводом. Но кнопка не вот тут находится и грязная. А здесь и она чистая всегда должна быть. Такой багажник, видимо, сложенный третий ряд. Раскладывается он вручную. Там какое-то место есть. Но опять же сидения можно подвинуть. А если сложить, то места здесь очень много. Здесь у нас полка. Точнее шторка. И органайзеры есть. Запасное колесо у нас снизу находится. Ну и видимо, что автомобиль переднеприводный. А сзади у нас многорычажная подвеска. Также в автомобиле у нас есть беспроводная зарядка. Вот здесь вот она находится. В черри тига 8 нет такого пространства. Сюда можем положить телефон. У нас будет заряжаться. Он и полочка прорезинная. Довольно удобная. Здесь, кстати, еще подлокотник. И два USB. И вот такая вот вещь, что сюда мы можем положить смартфон. Вывести кабель сюда. Да, довольно удобно. Если что, это можно убрать. Освободить место под подстаканники. Смартфон еще можно сюда вставлять. Очень удобно это сделано. Но удобнее всего было в черри тига 7 про, где беспроводная зарядка была вот здесь. И там прям отлично. Вот лежал смартфон. И там, наверное, лучше всего сделано это решение. Но здесь тоже неплохо. Да, кстати, обратите внимание. Веерное распыление. Но на прошлом видео с Вестой мы узнали, что там тоже такое есть. Так, ну что. Сейчас поедем прокатимся на автомобиле. Эту связку я уже пробовал на Cheryxid. Связку 1.6 турбодвигатель и роботизированную коробку передач. Там, конечно, все немного по-другому выглядело. Вот. И там был полный привод. Здесь привод передний. И это, наверное, для российского потребителя самый большой минус. Выберем режим. Спортивный. О, у нас, кстати, все меняется здесь на красный цвет. Есть анимация приятная. Сейчас покажу. То есть, смотрите, если мы выбираем эко-режим и спорт-режим. Очень круто нарисовано. Ну, естественно, поедем в спорт-режиме. Посмотрим, как он себя ведет. Блин, вот эта вот тема с 3D-картинкой очень крута. Мне прям нравится. И как организовано это очень круто. Джойстик довольно удобный. Напомню, в предыдущем была у нас кочерга. Черед Тига 8. У нас зимняя резина. Напомню, шипованная. Надеюсь, это нам не помешает сегодня. Вообще, я хотел еще разгон до 100 км в час замерить. Мониторинги слепых зон имеются. Сейчас по ходу движения, если увижу какие-то опции, вам сообщу об этом. Честно говоря, не помню, какая была шумоизоляция на Черри Тига 8. Но здесь она есть, но она так себе. В принципе, комфортно, но это вроде как бюджетный кроссовер. У Черри есть премиум бренд, Черри Эксид, как у Тойоты Лексус. Но, честно говоря, особо что-то премиального там я не увидел. Ну, чего бы не было, допустим, здесь. Система старт-стоп не работает у нас с включенным кондиционером. Кстати говоря, пробки, пробки, пробки в городе Новосибирске. Когда же у нас делают дороги нормальные хотя бы, более-менее? Господин мэр, вдруг вы смотрите это видео, хотя, наверное, вряд ли вам интересен бюджетный бренд, который стоит там 2 с копейками. Кстати говоря, по поводу стоимости автомобилей. Все, что вам нужно знать, находится по ссылке в описании. Там ссылка на дилера. Можете перейти и посмотреть актуальные на данный момент стоимости. Ну и пока стоим в пробке. Еще один организационный момент. Если вы надумаете покупать автомобили Черри, можете заполнить форму, которая находится в описании к ролику. И вы тогда сможете получить привилегии при покупке. Для каждого они будут индивидуальные, поэтому пишите, не стесняйтесь. Ссылка на форму в описании к ролику находится. Там очень просто все. Есть еще вариант связаться со мной. Ссылка на мои контакты и все соцсети находятся в описании к ролику. И если на ютубе смотрите, то в закрепленном комментарии. Так, ну давайте попробуем чуть-чуть поднадавить газ. Правда, у меня эко-режим. Ух ты, как он бодро едет. Говорят, заявленный 8,9 секунд до сотки разгон. Шипованную резину, к сожалению, очень хорошо слышно в салоне. У нас просто все растаяло. Сейчас асфальт и шипы на асфальте. это зависит еще от качества резины. Я не знаю, какая здесь стоит, не обратил внимания. Но шумку хотелось бы. Если будете покупать себе автомобиль, я думаю, стоит задуматься о том, сделать дополнительную шумоизоляцию. Рывков, каких-то пинков, тычков при переключении нет. Хотя коробка роботизированная. Но здесь робот с двумя сцеплениями на манер DSG, powershift. Есть уже множество таких коробок. И вот есть своя. Чтобы выбирать режимы, приходится смотреть сюда интуитивно непонятно. Вот в этом минус сенсорных клавиш. Зато температуру и обдув можно регулировать несмотря на консоль. У коробки есть режим ручного переключения передач. Но едет очень-очень бодро автомобиль. Прям хорошо. Не хватает немного здесь, учитывая то, как все выглядит, каких-то премиальных опций, типа адаптивного круиз-контроля, удержания в полосе и прочих вещей. Вот здесь этого, как я понял, нет. Я, во всяком случае, не нашел. А есть мониторинги слепых зон, и так в принципе по опциям все, что нужно здесь имеется. Но разгон до 100, я думаю, мы замерим сегодня, потому что интересно, правда на зимней резине, но как это все будет на зимней резине, мы посмотрим. Газ в пол. О, пробок сотки. Сотка. пробуксовка, к сожалению, была. Но на зимней резине с шипами ничего удивительного. Так, что у нас получилось? 9,6 до 100 километров в час. Ну, 8,9 на нормальной резине, в нормальную погоду, не на мокром асфальте. Я думаю, вполне он поедет, может быть, даже и быстрее. Ну, разгоняются очень бодро и переключаются изумительно. Ну, вы сами все слышали. В общем и целом, подводя итог этого тест-драйва, что хочется сказать, едет изумительно автомобиль. Что касается скоростных характеристик, это просто шикарная вещь. Управляется тоже хорошо. За рулем следует, здорово. Этому способствует многорычажная подвеска сзади, спереди макферд усилие на руле меняется. Единственная претензия это в плане комфорта шумоизоляция. Опять же, учитывая то, как все выглядит, кажется, что здесь должно быть прям тихо, потому что выглядит-то все очень круто. Материалы отделки хорошие, мягкий пластик, во всяком случае, в передних дверях. Консоль тоже из мягкого пластика сделана, то есть выглядит все очень круто, очень круто, прям без преувеличения. шумку, конечно, хотелось бы получше иметь. Напомню вам, что все ролики по китайским автомобилям есть в отдельном плейлисте и ссылка на него будет в описании к ролику. Я поеду еще прокачусь, на нем прям в удовольствие можно покататься. Всем пока! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok